Здравствуйте, я Наталья Некрасова, с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Провязывать этот узор очень просто. По очереди ставим переднее нерабочее положение иглы через одну, по очереди ставим рабочее положение тоже через одну, в шахматном порядке. Нюанс такой, чем больше рядов мы провязываем, тем интереснее будет рисунок. На машинах с ручной прокладкой, например, на моей Неве 2, можно провязывать и 4, и 5 рядов. На машинах с нитеводом, к сожалению, 3 ряда это максимум. Недостаточные оттяжки и петли, когда они поднимаются, они перестают сами себя держать. Поэтому то количество рядов, которое может ваша машинка максимально провязать, провязывайте. У меня это 3 ряда. Итак, провязав очередной цвет для облегчения работы, потому что сейчас не нужно поменять местами иголки. Те, которые работали, поставить в переднее положение, те, которые были в переднем, в рабочее. Проще всего это выполнять оптом. То есть мы аккуратненько сдвигаем в переднее положение все иголки и дальше ставим в среднее рабочее положение иглы, которые будут у нас вязать полотно. Рычаги частичного вязания на машинке включены. Берем следующий цвет. У меня, видите, цветов очень много. Вот вся палитра. И я хвостики обрезаю, потому что будут очень длинные протяжки. Идут цвета по порядку. И предыдущий цвет был аж вот там далеко. То есть 5 сантиметров протяжки по краю это очень много. Гораздо проще завязать узелочки и тихонечко спрятать в шов все хвостики при таком многообразии цветов. Если цветов мало, 2-3, то, конечно, оставляем их по краю, делаем протяжки. Итак, следующий цвет голубой. Выбираю его из многообразия цветового, который у меня есть. Можно не по порядку, можно по порядку, как вам удобно. Еще удобство в том, что у меня провязывание идет 3 ряда и не всегда нужный цвет окажется с нужной стороны каретки. Поэтому провязали все цвета, обрезали и заново начинаем с той стороны, которая удобна. Нить я держу руками, потому что так часто менять в нитеводителе и в нитеводителе. В нитеводителе придется, в нитеводе менять нить так часто. Это очень много времени занимает. Поэтому держу нить рукой, провязываю 3 ряда. Раз, два. Три. Аккуратно убираю игру в переднее положение. Выбирая те иглы, на которых были накиды, ставлю их в среднее рабочее положение. Меняю нить в нитеводителе. Я закрепляю нить прищепкой, можно привязывать к струбцине. И провязываю 3 ряда. Раз. Два. Три. Убираю нитеводителя. Аккуратно ставлю иглы в переднее положение. Те иглы, на которых были накиды, идут в среднее рабочее положение. Меняю цвет на следующий. В узоре нужно следить за тем, чтобы у меня провязывались все петли между накидами. Следить за тем, чтобы когда вы поднимаете иглы в переднее положение, у вас не слетели петли. Потому что если торопиться и не смотреть за ними внимательно, петли, когда они приподнимаются, они могут слететь с иголок. И когда вы опускаете иглы в среднее положение, следить за тем, чтобы язычки игл не втыкались в рабочую нить. Узор получается яркий, позитивный, очень подходит для веселых детских вещей. Причем он одинаково красив и с лицевой стороны, и с изнанки, потому что это фанги, здесь нет никаких протяжек. Чем больше цветов мы используем, тем интереснее узор. Чем меньше цветов, тем он будет более такой лаконичный и похож на провязанной черточки. За счет того, что вязание двойное, то есть идет с накидами, полотно получается плотным, толстым и отлично держащим форму. Если вам этот узор понравился, если видео было вам полезно, поставьте нравится, поделитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки и ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаемся тримить свою не абсолютно любую вязальную машину с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...